Очередное ДТП в Абакане с пострадавшими. Накануне утром на улице Чертыгашева водитель Ниссан Тино. 48-летний мужчина при выезде с прилегающей территории столкнулся с вазом. За рулем отечественной легковушки был 44-летний горожанин. С закрытыми переломами нескольких ребер он госпитализирован. По факту аварии проводится административное расследование. В Ширинском районе произошло сразу два ДТП, в которых водители не справились с управлением. На трассе Ачинск-Ужур-Шира-Троицкая 39-летний водитель грузового фургона слетел в кювет и врезался в дерево. У шофера серьезные травмы головы. Спустя 7 часов практически на том же месте 29-летняя автоледи не смогла удержать Хонду Лайф на дороге. Пострадала пассажирка малолетражки, у нее переломы и травмы позвоночника. Кровавые разборки на почве критики. В Абакане мужчина ранил своего коллегу. Все произошло под действием алкоголя. Трое приятелей были в гостях у жителя Абакана. Двое вышли в магазин за добавкой, еще двое остались в квартире. В какой-то момент они начали спорить. Потерпевший плохо высказался о работе коллеги. Владелец квартиры неожиданно схватил со стола нож и нанес обидчику один удар в грудь. Скорую помощь вызвали вернувшиеся из магазина мужчины. Раненого удалось спасти. 52-летнему нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. В Красноярском крае будут судить исполняющую обязанности главы администрации сельсовета за трагические случаи в заброшенном здании. Трое 14-летних подростков играли в прятки и прыгали с бетонной плиты. Конструкция обрушилась. Плита упала и придавила одного из парней. Его доставили в больницу, но не спасли. Мальчик скончался. По версии следствия, обвиняемая не приняла меры для исключения свободного доступа посторонних лиц и сноса ветхого строения. В ходе следствия она полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Число обманутых мошенниками жителей Хакасии растет в геометрической прогрессии. Примечательно, что аферистам даже не приходится использовать более изощренные схемы, поскольку безотказно работают звонки от псевдо-сотрудников банков. Так, 47-летний черногорец, поговорив с таким специалистом, будто впал в ступор. Сотрудник банка сообщила подозрительной активности на счетах мужчины. Тот встревожился не на шутку и под давлением инструкции установил всевозможные приложения, ввел паспортные данные и, наконец, отправил на безопасный счет все свои сбережения – почти 200 тысяч рублей. Лишь после перевода денег в сознание потерпевшего будто рассеялся туман, и он понял, что стал жертвой обмана.